Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова & Co. Я, как всегда, рада приветствовать вас. И сегодня мы вам покажем рецепт малосольной селедки по ГОСТу. Именно вот той селедки, как вы еще помните, я надеюсь, таких много, когда она еще была в таких больших банках, вот такую селедку мы с вами сегодня и приготовим. Смотрите, не переключайтесь. Ни один новогодний стол не обходится без короля салатов. Селедки под шубой, конечно. И лучше будет, если вы приготовите селедку сами, предварительно посолите ее, потому что в наших магазинах, в Приморском крае, селедку хорошую купить очень-очень сложно. Интересно узнать, как вот в ваших регионах вкусная селедка продается в магазинах или не очень, или вы любите сами все-таки солить. Напишите обязательно. Все делается элементарно, просто, быстро, прям вот как надо. И я вам гарантирую, что это предзайдет все ваши ожидания. Всем привет! Сегодня мы поделимся с вами рецептом малосольной селедки по ГОСТу СССР, между прочим. Их существует шесть, но сегодня будет один из них. Пряности, которые нам понадобятся, сейчас вы видите на своем экране. Ставьте на паузу, записывайте, запоминайте. Рецепт, я вам говорю, бомба! Вчера мои друзья, кстати, привезли мне презент из Вьетнама. И чтобы вы думали, это да, горошек. Пахнет потрясающе. Сегодня я его буду использовать в нашем рецепте. Ну, просто запах сумасшедший. В наших магазинах, я думаю, что такого не купишь, это точно. Приступаем к приготовлению рассола. Все наши ингредиенты мы смешиваем в ступке. Слегка нам надо их растолочь, перемешать. И потом в литр воды все это вылить. Вот чем сейчас мы и займемся. Лавровый лист я слегка измельчаю. Добавляю привезенный из Вьетнама моими друзьями буквально вчера перец горошком. И все остальные ингредиенты. Обязательно соль и сахар мы отмеряем на весах. Все наши спельмы мы должны смешать в ступке. Слегка размолоть их. И добавить в литр воды. Обязательное условие. Литр воды и вся громовка, которую вы видели. Ставьте на паузу, смотрите, запоминайте. Мы уложили нашу селедочку в кастрюлю вниз спинкой. Для того, чтобы она лучше пропитывалась. Рассол остыл. Теперь мы заливаем. Так, чтобы она полностью была в воде. Наша селедочка полностью погружена в воду, в рассол наш. И нам осталось подождать всего лишь 5 дней. Те, кто говорят, что там 2-3 дня, сутки. Я этому не верю, потому что все-таки это рыба. И она должна просолиться хорошо. И не зря раньше в СССР были ГОСТы. Сейчас только технические условия. Мы делаем все по ГОСТу. Ждем 5 дней минимум. И пробуем. Пробовать я предлагаю с картошкой по-французски. Прошу не путать с мясом по-французски. Если вам интересно, я покажу этот рецепт. Готовится он, кстати, в мультиварке. Очень просто, быстро, но так вкусно. Особенно с такой селедочкой. Если кого-то заинтересовало, пишите. Я вам все это покажу. А кому понравился этот рецепт, ставьте лайки. Ну, Саша скажет, что дальше. И эти 5 дней селедка должна стоять в холодном, темном месте. Ну, конечно же, желательно в холодильнике. А мы говорим вам до новых встреч. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать ваши комментарии. И, конечно же, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пока-пока, до новых встреч!